В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. Ветерская область В ответственности в 2017 году привлечено более 1300 граждан. Как считают правоохранители, эти цифры должны стать одним из основных аргументов в пользу того, что подходы к реализации спиртного необходимо сделать более жесткими. Согласно статистике, 64% преступлений совершают в состоянии алкогольного опьянения. Две трети преступлений – это очень большой процент и очень сильное влияние именно употребления алкоголя. Зачастую это преступление против жизни и здоровья граждан. Исключение фактора шага в доступности к реализации алкоголя и доступности к его покупке однозначно появляет положительную на криминогенную обстановку. Так как в настоящее время имеются факты продажи алкоголя несовершеннолетним, идет большой процент правонарушений среди подростков, получается, и молодых людей в возрасте с 18, 22 или 25, получается, больше части преступлений, совершенных им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь занимает второе место в мире по производству и употреблению алкоголя. Как показывает практика, в регионах нашей страны, где в рамках эксперимента вводились ограничения на продажу спиртного, ситуация с преступностью улучшалась. Проведение дней трезвости также показало свою эффективность. А пример европейских стран показывает, что количество торговых точек алкоголем напрямую воздействует на ситуацию с совершением правонарушений. В Витебской области увеличилось количество наездов на пешеходов. Только за одни сутки произошли два таких случая. В глубоком, в результате столкновения двух автомобилей, был сбит и погиб мужчина 1944 года рождения, который передвигался по тротуару. А в Орше, водитель транспортного средства, сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Жительница райцентра получила травмы и была госпитализирована. В Витебске за 11 месяцев произошло 48 аварий, в которых 3 человека погибли и 45 получили травмы различной степени тяжести. И только в областном центре сотрудники госавтоинспекции выявили в этом году порядка 10 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами. Это практически на тысячу больше, чем в 2016. Госавтоинспекция с 11 по 17 декабря на территории города Витебска будет проводить специальный комплекс мероприятий. Пешеход, который направлен на предупреждение ДТП с участием данной категории участников дорожного движения, популяризацию использования света, возвращающих элементов, также напоминает участникам дорожного движения об ответственности за нарушение ПДД. Для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, на сегодняшний день предусмотрена ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если пешеход нарушает правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, ответственность возрастает от 3 до 5 базовых величин. В рамках операции «Пешеход» инспекторы провели профилактические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования. Жители Витебска узнали причину аварии с участием пешеходов, основные угрозы на дорогах и правила использования фликеров. Продолжаем нашу программу. Более 80 тысяч единиц пиротехнических изделий, которые реализовывались с нарушением законодательства, изъяли из обращения правоохранителей Витебщины только за декабрь. В области в преддверии рождественских и новогодних праздников проходит комплекс специальных профилактических мероприятий по предотвращению законной продажи и использованию пиротехники. Продолжение темы в нашем следующем видеоматериале. Ежегодно в декабре правоохранители уделяют особое внимание точкам продажи различных пиротехнических средств. В канун новогодних праздников граждане активизируются в плане приобретения пиротехники с целью ее дальнейшего использования или же перепродажи. И все бы ничего, ведь Новый год – праздник особенный. Только вот и в этом случае соблюдение законодательства никто не отменял. Например, реализация пиротехники должна осуществляться только в специализированных помещениях и при условии, надлежащей разрешающей этот вид деятельности документации, а не из палаток, лотков или же посредством передвижной торговли. Законодательство не меняется который год, как и количество желающих его нарушать. Только за декабрь сотрудники территориальных органов внутренних дел области изъяли незаконные пиротехники на сумму более 5000 рублей. И конфискация недешевого товара в этом случае – не единственное наказание. Так, в соответствии со статьей 2348 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь, за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, а за повторное совершение указанного деяния предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией или без конфискации предмета административного правонарушения. За использование пиротехнических изделий в общественных местах граждане будут привлекаться к административной ответственности по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушения Республики Беларусь за мелкое хулиганство, так как данные деяния нарушают как общественный порядок, так и спокойствие граждан, за что предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест. И это одна сторона медали, а вот вторая уже более чем серьезна. Если при использовании пиротехники был унесен ущерб жизни или здоровью, наступает для виновного совсем иная ответственность, уже уголовная, которая предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Активность правоохранителей в плане незаконной пиротехники более чем объяснима. При проведении в прошлом году новогодних и рождественских мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 54 факта незаконного оборота использования пиротехнических изделий. Изъято около 100 тысяч единиц пиротехнических изделий. Привучено к административной ответственности более 40 граждан. Также в прошлом году не обошлось без обращения граждан в медицинские учреждения в результате использования пиротехники. В большинстве случаев страдают несовершеннолетние. Поэтому правоохранители еще раз призывают лишний раз подумать, прежде чем устраивать салют, особенно в местах массового скопления граждан. Товарищеская встреча по мини-футболу завершилась благотворительной акцией. Сотрудники Управления внутренних дел Витебского обл. исполкома и Департамента охраны разошлись с миром на футбольном поле. Сыграли в ничью 7-7. А призовой фонд встречи потратили на подарки детям, воспитанникам Витебского детского дома. На площадке постоянные поклонники футбола. Про игру номер один они не забывают даже во время короткого отдыха на службе. Погонять мяч не против и сержанта, и полковники. О звании регалий на поле не задумываются. В товарищеском матче сошлись команды областного управления внутренних дел и управления Департамента охраны. Формат встречи 35+. Традиционно культивируется спорт, спортивные мероприятия. Активно занимаются все сотрудники спортом. Футбол – это спорт номер один для нашего управления. И, конечно же, с удовольствием все сотрудники приняли данное приглашение. Мы взаимодействуем постоянно с ВВД Витебского область полкома. Это наши коллеги, это наши друзья в первую очередь. И когда пришла совместная такая вот идея и мысль провести товарищеский матч, благотворительную акцию, конечно же, поддержка была большая среди нашего коллектива, среди сотрудников. И откликнулись абсолютно все. Встречу объявили товарищеской. А вот борьба выдалась напряженной. Каждая команда поразила ворота соперников по семь раз, и матч завершился в ничью. А свое продолжение футбольная баталия получила совсем на другой площадке. Призовой фонд встречи правоохранители решили потратить на подарки воспитанникам Витебского детского дома. Сегодня здесь живут более 90 мальчиков и девочек. В свой взнос благотворительное дело отправило и офицерское собрание. Детям презентовали витаминную продукцию, а для учреждения приобрели парикмахерские инструменты. Каждый ребенок нуждается в поддержке. А когда у ребенка нет рядом близкого человека, мама, папа, ну, это уже по определению. Кто тогда еще не придет именно на помощь, как сотрудник милиции. Это наша задача, это наша работа – помогать людям, а в том числе и детям. Потому что каждый ребенок должен улыбаться и радоваться жизни. Я думаю, что у нас сейчас все получится. Пока воспитанники детского дома слушали песни в исполнении артистов детской эстрадной студии «Совушки» областного управления Департамента охраны, взрослые договорились о дальнейшем сотрудничестве. Выяснилось, что местные парни также неравнодушны к футболу. И детский дом собирает средства на искусственный газон. Правоохранители обещали помочь. А сейчас, уважаемые телезрители, внимание! Розыск! Отдел внутренних дел администрации Первомайского района города Витебска устанавливает местонахождение без вести пропавшего Санько Владимира Павловича, 51-го года рождения, проживающего по адресу город Витебск, улица Петросябровки, 9, 1, 38, который 10 ноября этого года не вернулся ночевать домой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на вид 66 лет, рост 174 см, среднего телосложения. Особые приметы. Шрам над правой бровью около 2 см. Был одет. Куртка темно-синего цвета, балоневая. Костюм черного цвета, рубашка синего цвета, ботинки черного цвета. При себе имел мобильный телефон, паспорт, ключи от квартиры. Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении данного гражданина, убедительная просьба сообщить по телефону Витебске 27-19-44, 27-09-96, либо по телефону 102. Полоцким РУВД за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьей 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич, 73-го года рождения, уроженец Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, бомж. При себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации и банковскую карточку на свое имя, мобильный телефон. Его приметы на вид 45-50 лет, рост 170-173 см среднего телосложения, волос светлый. Был одет. Куртка-спецовка удлиненная зеленого цвета с желтой или салатовой широкой полосой на спине в районе плеч. Штаны серые либо синие, возможно джинсы. Кепка серая. На ногах, возможно, новые резиновые сапоги, либо кроссовки светлого цвета. Любую информацию о его местонахождении просьба незамедлительно сообщить в Полоцкий РУВД по телефону плюс 375-29-597-04-23, либо по телефону плюс 375-29-713-04-90 или по телефону 102. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Я, ведущий Вадим Лопатинский и творческая бригада, говорим вам всего доброго. До встречи через неделю. Смотрите «Закон и порядок». Редактор субтитров А.Семкин